Добрые традиции подобны родникам. Они укрепляют, животворят семью, говорил русский писатель Лев Толстой. Именно такой доброй традицией стал одноименный литературно-музыкальный фестиваль, который прошел в усадьбе Захарова. Решение о его создании пришло авторам 8 лет назад. Это идея собрать всех вместе, собрать людей, которые не безразличны к русской культуре, к русскому культурному коду. Люди действительно вкладывают сердце и душу в этот фестиваль, и в нем есть какая-то такая нежность, трепетность, и, в общем, очень приятно здесь находиться. Для гостей фестиваля организаторы подготовили более 10 площадок и 50 событий. Прикоснуться к старинной мизенской росписи можно было на мастер-классе декоративно-прикладного искусства. Ее отличает особый орнамент, схематичные рисунки оленей и лошадей. Существует пять фамилий родов, мастеров, которые писали вот именно в таком стиле, бордовой краской, которая делалась из меркеля, окаменевшая глина на берегах реки Мизень. Дети и взрослые с удовольствием принимали участие в развлекательной программе. Узнали много нового о старых забавах. Особой популярностью пользовалась игра «Алькерк», которая является прадедушкой шашек. Это очень необычная игра, которая имеет свое распространение от Испании и до берегов, ну, до Ямала. В этом году в программе фестиваля акцент сделали на поэзию. По-новому зазвучали слова «Я вас любил, любовь еще быть может», исполненные на разных языках. И мы в течение всех этих лет выращивали нашу публику и очень надеялись, что к нам будут приходить семьи. С маленькими детьми, с бабушками-дедушками, с мамами-папами, с представителями старшего поколения. Чтобы вот такой вот весь день провести именно с семьей. Традиция тесно связывает нас с прошлым и предопределяет будущее. Укрепляет семейные узы и помогает в творчестве. Это то, что досталось нам от предков. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.